Уважаемый Виктор Антонович, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие братья и сестры, для меня всегда большая радость совершать богослужение в этот день в домовом храме Московского университета, посвященного святой мученице Татьяны. Здесь особая атмосфера, замечательно молиться вместе с духовенством, с вами, со всеми верующими людьми, с молодыми, пожилыми людьми уже зрелого возраста, при участии представителей профессорской корпорации во главе с Виктором Антоновичем. Когда молишься в этом храме, то, конечно, приходят очень многие мысли. И почему этот храм был назван в честь святой Татьяны? Мы знаем, конечно, историю. В этот день был подписан указ Елизаветы Федоровны о создании Московского университета. Но ведь указ мог быть подписан в любой другой день. Я сомневаюсь в том, чтобы, если подписан был указ в какой-то другой день, святой того дня так бы прочно вошел в духовную жизнь московского, а потом и российского студенчества. Здесь еще очень многое связано с личностью самой святой, потому что ее житие ведь не может не поражать человека, особенно молодого. Ведь Татьяна была молодая, римлянка, из хорошей семьи. И она была замучена за свои христианские убеждения. И, наверное, даже самому молодому, самому веселому студенту, мало задумывающемуся в силу своего возраста о вечности, пример Татьяны должен прорубить какую-то маленькую кошечку в иной мир. Потому что, слушая и изучая, и слушая рассказы о ее жизни, или читая эти повествования, невозможно молодому человеку не поставить такого вопроса, а как я бы поступил на ее месте? И вот именно ответ на этот вопрос, думаю, приводит большинство студентов к тому, чтобы чтить святую Татьяну, потому что она явила беспредельный по масштабу подвиг, подвиг отдачи своей собственной жизни добровольно за Христа. Вот такого рода окончание жизни, насильственное окончание жизни, мы называем мученичеством. Но не каждое насилие, совершенное над человеком, производит на свет нового мученика. Хотя неректно насилие совершается над людьми очень достойными, защищающими свою родину, свои убеждения, ближних своих. Ведь нередко приходится слышать, как кто-то героически кого-то защитил, и страна почитает, народ почитает этот подвиг, ордена дают, в историю вписывают, но не канонизируют. Где, как ни в смерти, проявляется величие или слабость человеческого духа, весь человек проявляется в момент смерти, таким, каким он есть. Конечно, уважение, почитание людей, погибших за идею, за родину, за других людей, это свойственно многим, если не большинству культур, существующих на земле, и в России особым образом эти люди почитаются, но не канонизируются. Мученичество – это не просто страдание за идею. Мученичество – это такое страдание, и такая смерть, которая приводит к рождению тысяч, если не миллионов других жизней, и не к физическому рождению, а к духовному. Смерть, кровь мучеников, семя христианства, сказал Тертулиан. Мученичество – это не просто насильственная смерть, это свидетельство о вере, о Боге, как о величайшей ценности, ради которой можно и нужно отдать жизнь. И чем более секуляризируется современная культура, тем, конечно, менее понятен современному человеку этот подвиг мучеников. Когда люди с легкостью меняют свои убеждения, с легкостью отказываются от своей родины, не считают возможным рисковать своей жизнью, даже в экстремальных условиях, спасая другого человека. Для человека нашего века подвиг мучеников – это действительно колоссальные силы вызов. И мыслящий человек, сталкиваясь с этим вызовом, должен спросить себя, «А как я бы поступил? А что бы я сделал? Отказался бы я от комфортной современной жизни, от благополучия, карьеры, от родных, близких, если бы стоял вопрос – ты со Христом или против Него?» Но ведь этот вопрос постоянно стоит перед нами. К счастью, тот или иной ответ на этот вопрос не сопровождается насильственными действиями над человеком. Пока. Но знаем, что в истории было всякое. Мучениками не рождаются, мучениками становятся. Смерть и кровь мучеников становятся семенем христианства не только по факту смерти и по факту жизни этих людей. И поэтому для нас, святые мученики, это не только пример доблести силы духа, способностью смело принять жизнь, смерть, потому что и другие, неканонизированные, поступали так же. Для нас мученик – это человек за свою жизнь, долгую или короткую, сконцентрировавший такую силу духа, что его смерть становится семенем веры для многих и многих людей. Вот такой была римская девушка, диконисса, служившая в церкви по имени Татьяна. Ее светлое имя, ее образ, мученицы, ставшей семенем христианства для тысячи тысяч людей, мы сегодня и вспоминаем. И вот дай Бог, чтобы память о святой мученице Татьяне в студенческой среде сопровождалась не только весельем, и чтобы ее образ не только ассоциировался с красивой молодой римлянкой, мужественной и сильной, но чтобы ее глубокая вера во Христа, ее преданность Богу, ее способность принять мучения, чтобы не изменить своей вере, помогли бы многим нашим и молодым, и средних лет людей, и даже пожилым, осознать, что же означает верность Христу. Я благодарю вас за тот образ, который вы мне подарили. Это действительно реалистическое изображение святой Татьяны. Ну, конечно, видимо, русским художникам, потому что русские черты, но слезинка на глазах – это очень символическая черта. Какой же силы все эти слезинки святой Татьяны Римляне, что вспоминаем мы сегодня в 21 веке ее жизнь, ее страдания, ее подвиг, ее святость, и вспоминаем мы это все в храме Московского университета. Я от всего сердца желаю, в первую очередь, студентам, а также, конечно, и профессорам, преподавателям, всем, кто трудится здесь, успехов их профессиональной деятельности, открытий научных, достижений, без которых не может развиваться ни университет, ни наука. Но самое главное, чего бы я хотел очень пожелать всем, кто трудится в университете умом ли, сердцем ли, опытом жизни своей, радостью, а может быть скорбями, научиться соединять в своем сознании, в своем сердце небесное и земное, божественное и человеческое, укрепляя веру в того, ради которого мученица Татьяна отдала свою молодую и красивую жизнь, чтобы мы помнили о ее подвиге и вдохновлялись ее верой. Аминь. С праздником поздравляю вас. Аминь.